Макси Форекс. Единственный Форекс-брокер, входящий в Ассоциацию Российских Банков и в Ассоциацию Региональных Банков России. Аналитику от Макси Форекс используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 4 сентября. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Форекс. На европейских торгах во вторник доллар вновь резко подорожал против единой валюты. После появления на новостных лентах сообщений из Министерства обороны России о запуске двух баллистических ракет в районе Восточного Средиземноморья. Сообщение об этом стало еще одним напоминанием о неопределенности дальнейшего развития событий в регионе. В результате евро вновь оказался под давлением. Закрывшись в понедельник ниже ключевого уровня поддержки 1.32, во вторник пара продолжила снижение и протестировала минимальный дневной уровень на отметке 1.3139. Это минимальный курс пары с 22 июля. Однако слабость единой валюты против американского доллара обусловлена не только геополитическими рисками, но и очевидной разницей в перспективах монетарной политики США и еврозоны. От Европейского Центрального Банка инвесторы ждут подтверждения намерений держать ставки на низком уровне и стимулировать экономику в течение длительного времени, а от ФРС, напротив, ожидают сокращения финансовых стимулов. Совершенно очевидно, что в этих условиях инвесторы не спешили менять нисходящую тенденцию единой валюты и покупать евро, не дождавшись начала выступления драги. Вместе с тем, ожидание итогов заседания Европейского Банка ограничило снижение пары, и к концу американской сессии падение валюты было приостановлено, а евро-доллар откатился на коррекцию. В нашем прогнозе на среду предполагаем возобновление коррекционного подъема пары, ориентировочно в ценовую зону 1.3235-1.3270. Далее ожидаем возобновление снижения курса единой европейской валюты целевым уровнем 1.3139-1.3106 и, возможно, к 1.3060. Вместе с тем, учитывая негативный настрой рынка по отношению к единой валюте, допускаем начало снижения пары уже от текущих ценовых уровней при открытии дневной торговли. Критерием такого снижения станет пробой предыдущего минимума 1.3139. Британский фунт вновь вырос вчера на фоне публикации данных по деловой активности в строительном секторе Великобритании. Индекс активности растет уже 4 месяца подряд и в августе достиг самого высокого значения почти за 6 лет – 59,1 против 57 в июле. После выхода отчета фунт доллару стремился вверх и на подъеме от минимального азиатского уровня 1.5535 зафиксировал новый недельный максимум на отметке 1.5603. Однако закрепиться здесь валюте не удалось. Новая волна продаж остановила пару и развернула фунт на снижение. Последующая волатильная динамика к минимальному дневному уровню 1.5520, а от него к цене закрытия 1.5556, подтвердила, что пара продолжает пользоваться активным спросом на рынке и, вероятно, предпримет еще одну попытку пробить ключевой уровень сопротивления 1.56. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение коррекционного подъема британской валюты ориентировочно вблизи уровня 1.5580. Затем ожидаем возобновления и снижения ее курса к следующим целевым уровням 1.5545, 1.5522, 1.55 и 1.5474. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на среду. Подъем котировок на вчерашних торгах вновь изменил положение основных уровней поддержек и сопротивлений металлов, передвинув их на новые позиции. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту оказалось теперь на уровне 1.424 доллара. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующим целям – 1.434 и 1.444 доллара за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1.394 доллара. Если он будет пройден, станет возможным дальнейшее снижение ценовым уровнем 1.382 доллара и 1.366 долларов за унцию. Серебро торговалось менее активно и по итогам вторника практически не изменило положение металла. Ближайшим краткосрочным сопротивлением для него теперь является ценовой уровень 24 доллара 50 центов. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться к следующей цели – 25 долларов за унцию. Уровень поддержки серебра находится сейчас на отметке 24 доллара. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится в направлении целевых уровней 23 доллара 40 центов за тройскую унцию и 23 доллара ровно. В экономической статистике среды Австралия, Китай, Еврозона и Великобритания опубликуют индексы деловой активности в сфере услуг за август месяц. Кроме того, аналогичные показатели будут представлены и по ведущим экономикам Еврозоны – Германии, Франции, Италии и Испании. Изменение объема ВВП за второй квартал текущего года будет опубликовано в экономической статистике Австралии. Еврозона также представит квартальные данные по ВВП, а вместе с ней – динамику объемов потребительских расходов и объем розничной торговли за июль. Банк Канады опубликует свое решение по основной процентной ставке и сопроводительные заявления к решению. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне – 1%. Кроме того, Канада и США представят итоговые показатели балансов внешней торговли за июль, а в США выйдет экономический обзор ФРС «Бежевая книга». Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте MaxiForex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiForex – единственный Форекс-брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiForex используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.